Благолы мои, Муши Господи, Раду бедвание мое, Подбег нас умоление моего, Царю мой и Боже мой, Я как Тебе помолюсь, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, От юности Христа возлюбил Иси блаженье, И тому единому работать и пламени вожделев. Непрестанную молитву и трудом В пустыне подвязался Иси, Умиленным же сердцем любовь Христову стяжав. Избранник возлюблен Божией Матери явился, Всего радиопиемки, Спасай нас молитвами Твоими, Серафиме, преподобне, Вот возлюбленные, Господь вел своим путем Избранников Божьих. Вы, наверное, помните, Когда он был мальчиком С высоты во храм, а с подоша. И Господь сохранил неврежденное. Помните, когда умер отец Исидор, Мать была застройщиком храма в Курске, Градок Курска, Чада Богоизбранная, Преподобный Серафим. И вот он тоже с матерью, И когда поезд на колокольню, Оборвался из такой высоты во храме, Упал и остался, что? Неврежденном. До 17 лет он нес труды, Помогал матери, заботах, А потом направился в Киев, Преподобную Досифееву, Наверное, помните? Да. Куда направил Преподобную Досифееву? В Саровскую. В Саровскую пустынь направил. И вот здесь Богу годная жизнь преподобного была. Всякались тысячи людей к нему, Когда уже Матерь Божья благословила его. Сколько раз Матерь Божья являлась ему? 12 раз больше. 12, сейчас Леша знает. 12. И вот, что я хочу рассказать, Что почему мы вспомнили Царицу Небесную, Что Матерь Божья была Всегда покровительницей в болезни, Когда, помните, он и сильно на дре лежал уже, Думали, что он отойдет, А гроза или что, И быстренько икону занесли, Где лежал Преподобный. И, помолившись около Царицы Небесной, Он пришел в полное исцеление. И вот такой случай, братья и сестры, Я расскажу вам. Мы были в Греции, И направились в монастырь К Преподобному Серафиму Саровскому. И там есть такой монастырь в горах. В горах. И мы ехали. Это не было, Ирочка, там не было в горах. Кто со мной ездил тогда? Есть кто ездил, поднимите руку. Ирина. А, Ирина. И вот, что ж, Там и детки были в автобусе. Дорога, серпантин, Вы знаете такой серпантин? Да, мы знаем. Оно вьется. Это опасная такая дорога. Я всегда, когда путешествия, Всегда останавливал людей На молитве Иисусовой. Как мы и сейчас, когда молимся, Читаем Иисусу молитву. Господи. Вообще повторим. Господи, Иисусу Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Господи, Иисусу Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. И вот мы читали эту молитву по пять минут, а потом расслабились. Детки запели там песни, там по лужам как-то скакали, там лягушки-то что-то. И мы, подъезжая к этому монастырю, Господь явил великую милость. Автобус провалился в пропасть колесом, колесо в пропасть, а пропасть 800 метров. Разбился бы автобус, если бы упал бы, ничего не осталось бы. И вот, я говорю, ну что, допелись. И стали Иисусу в молитву. Он потихоньку, потихоньку, шофер-то, и преподобному стали кричать, молиться. И что, что думаете? Вытащил колесо-то это, с пропасть. И мы доехали, с колокольным звоном нас уже встречали. Вот. И там все 12 посещений Божьей Матери, келийки специально, где Матери Божьей посещала преподобного Серафима. Там нас, по-моему, трапеза-то была, Ира, или не было там трапезы? Не помню я. В гостерии Гиткоффинга. Было немножко, да, что-то. И нас хорошо приняли. И с озором мы потихонечку, уже без всяких приключений, по молитвам преподобного Серафима, мы остались все живы и здоровы. И вот до сего дня мы потихонечку двигаемся еще. Вот видите, как блюдите, як опасно ходите. Поэтому расслабляться, братья и сестры, никогда не надо. Вот за что я вас всегда люблю и говорю, что радуюсь за вас, что вы все равно находите, какая была непогода, слякоть, снег, вы все равно спешите в Дом Божий. И пророк Давид прямо говорит нам, благо мне есть приметательство в Дому Божьем, нежели жить и в селении Брежничек. Видите, как? Поэтому будем всегда стараться, пока ножки ходят у нас, всегда стараться приметаться в Дому Божьем. На чем же мы остановимся? Вы, наверное, все бывали и в Девеве, к мощам преподобного. И преподобный Серафима Саровского, все советская власть, был же здесь, в Петрограде у нас, в Казанском соборе, да. Почему мы так прилепивши к нему и храм у нас преподобного Серафима Саровского, вы знаете, на Серафимовском кладбище? И вот мы так все любили. Я бывала семинаристом, мы за несколько километров ходили, где при формах чествовали преподобного Серафима Саровского. Это был день для нас. Радостью лесом мы шли и пели. Вот он, блаженной пустыней взыскующей века грядущего благ неземных. Вот он, скорбях, как мы счастье рекующей, душу готовы отдать за других. Тихо тропинкой лесной пробирается, в кожаной мантии в лычных лаптях, крест на груди у медной качается, сумка с песком у него за плечами. Бьется Саровка, извилистый фадиной, с осен столетних красуется вор, и на ходу, подпираясь рогатиной, движется старец, неспешный стопой. Белый на нем, балахон серебристый, шапочкой веткой прикрыт волоса. Вглубь себя он устремляет лучистые, полные ласки, душевные глаза. С плачущим плакать, он рать унывающих, нежно ободрить, их дух подкрепить. Всех же Господень завет забывающих, учит он ближних, как братьев любить. Учит искать он богатства нетленного, чтоб не владела душой суета. Ибо все мира сокровище бренное нашей душе не заменит Христа. Все повторим. Ибо все мира сокровище бренное нашей душе не заменит Христа. Вот возлюбленные. Вот к чему он учил. Нежно ободрить. А мы и забыли, что такое нежность. Да. Нет, мы забыли. А вот, когда мать нежно приласкает своего ребенка, когда дитя после плача воткнется в подол матери, и как ей радостно. Нежно рукой погладит мать по головке дитя свое. Вот так нежно, с любовью он любил детей, преподобный Сарафим Саровский. А взрослых он в другой раз даже уходил. В лес. А когда кричали дети его, он уходил к детям. И дети были радостью для него. Вот возлюбленные. Какой день по Рождеству Христову справляем мы память преподобного Сарафима Саровского. Нашего, нашего светильника, нашего угодника, который весь мир прославляет. Не только православной, но и католической. Вот возлюбленные. Потому что таких уже святых уже, наверное, и не встретить, потому что он подражал Хрусту. Да, как Господь, будьте совершенны, як Отец ваш небесный совершенний. Он к этому совершенству стремился всю жизнь. И Матерь Божия была застопницей ему. И сам Спаситель, наверное, помните, когда он был иродиаконом, служил в литургию, когда он возгласил, Господи, спаси благочестивые, и увидел самого Спасителя. И когда он вошел в алтарь, то не мог даже Слово проронить. Стоял в такой задумчивости. Вот так, возлюбленные, Господь посещает своих избранников. Поэтому будем всегда просить, небольшого просить у Господа. Прошу лишь милости у Бога, чтобы Господь спасал нас своей силой, чтобы мы взывали, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Что же, возлюбленные братья и сестры, Господь предлагает нам в этот день. Посмотрим, что же, как мы должны жить, как мы должны вести себя, как воспитать детей своих. Это апостол Павел говорит в 1-й эксимофею, 5-я глава, 10-й стих. Она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. Таковы были деканисы в первые века христианства, верные, усердные, отзывчивые на все нужды, неутомимые, проникнутые одной мыслью, помощи другим христианам. И одним стремлением все делать во славу, что? Божию. Все у вас добудет с любовью, говорит апостол Павел. Что же могло внушить такой женщины совершать дела милосердия, что могло поддержать ее на высоте полного самоотречения, если не любовь способна согревать, оживлять и освещать все и всех вокруг себя. забывая о себе, она отдавала себя Богу, а в нем и всякому ближнему. Наверное, помните святую Тавифу? Помните, у Лидии? Она умерла, и все христианки, которые любили, она что делала христианам? Шила что? Шила одежды. Плакали. И апостол Петр воскресил Тавифу. Помните этот эпизод? Помните, да? Забывая о себе, она отдавала себя Богу, а в нем и всякому ближнему. Такое служение доступно и нам. Господь, который был среди людей, как служащий, научил своих учеников служить, так и теперь для истинных Его учеников вся жизнь одно служение. Они ходят с места на место, делая добро, испытают, что ближние давать, блажение давать, нежели что? Принимать. Деяние святых апостолов, 20 глава, 35 стих. И когда перейдет такая душа в вечность, дела ее пойдут вслед за нею, говорит Иоанн Богослов Откровения, 14 глава, 13 стих. Да, сделанное добро не умирает, зажженный светильник не угасает, он светит нам долго после того, как отнято у нас дорогое существо, влияние Его бесконечно, даже смерть не может Его уничтожить, оно влечет нас к небесному. Вскую шаташася языцы, и люди поучишася честны, предсташа цари и земсти, и князь, собравшись в купе на Господа и на Христа Его. Субтитры создавал DimaTorzok